Здравствуйте, уважаемые коллеги! Я рада вас всех приветствовать на этой конференции. Для меня огромная честь выступать на этом грандиозном мероприятии, которое посвящено Дню Зрения. Меня зовут Ивановна Наталья Владимировна, я руководитель отдела профессиональной поддержки завода рецептурной оптики ОДВ. Тема моего доклада – это основные отличия индивидуальных линз от стандартных. Я хочу вам рассказать и показать на примере клинического случая отличия в качестве зрения между индивидуальными и стандартными линзами и какие преимущества ожидают пациента. Клинический случай в Екатеринбурге оптика очки для вас. В январе 2022 года приходит пациент на прием 13 лет. Жалобы на периодическое отклонение правого глаза к виску иногда плохо видно вдаль. Анамнез, снижение зрения в течение нескольких лет наблюдался у офтальмолога по месту жительства, очков не было. Визометрия. Острота зрения правого глаза 0,1. Острота зрения левого глаза 0,6. Субъективная рефракция. Правый глаз с коррекцией с минус 1,75. Острота зрения 1,2. Левый глаз с коррекцией сфера 0, цилиндр минус 1. Острота зрения 1,2. Проведя полное оптометрическое обследование, было выявлено характер зрения на 6 метрах неустойчивый бинокулярный характер зрения с переходом в одновременный по экзотипу. На 3 метрах и 40 сантиметров бинокулярный характер зрения. Ковер-тест вдаль 25 призменных диоптрий экзофория, переходящая в тропию. Положительные фузионные резервы снижены, равны единице. Ковер-тест вблизи 2 призменных диоптрий экзофория. Положительные фузионные резервы в норме. Вергенционная гибкость вдаль, диплопия на бейс-аут. Вергенционная гибкость вблизи 8 циклов в минуту. Амплитуда аккомодации правого глаза 7 диоптрий, левого глаза 9 диоптрий. Аккомодационный ответ мы видим правый глаз лег плюс 1. В принципе, ожидаемая при анизометропии. Анизоаккомодация. Соотношение АК на А 5 к 1 использовали градиентный метод. Диагноз. Анизометропия, миопия первой степени правого глаза, простой миопический астигматизм левого глаза, эксцесс-дивергенция под вопросом. Рекомендации. Были назначены очки для постоянного ношения, индивидуальная линза, монопремиум ДРП-2, так как были нестандартные параметры правой посадки. Рецепт. Правый глаз сфера минус 1,75. Левый глаз сфера 0, цилиндр минус 1. Контроль через 3 месяца. То есть мы ожидаем, что зрительная система будет адаптирована к новой коррекции и восстановление аккомодации и бинокулярной системы. В данном случае для пациента возможно был выбор либо стандартной линзы, либо индивидуальной. Если мы бы рекомендовали стандартную линзу, что бы ожидало пациента. В стандартной линзе пациент получает четкое качество зрения при прямом направлении взгляда через оптический центр линзы. При отклонении взора от центра линзы появляются аберрации, которые снижают качество ретинального изображения. Наиболее оказываемое влияние на снижение качества зрения оказывает такой вид аберрации, как астигматизм наклонных лучей. Как это происходит? Когда узкий пучок света преломляется сферической поверхностью, под наклоном к оптической оси он становится астигматическим. То есть лучи света не собираются в одну точку, а образуют две фокальные линии под прямым углом друг к другу. Для более еще такого наглядного примера я хочу вам показать график. На этом графике показывает нарастание аберраций при отклонении взора от оптического центра линзы, это 0, в зависимости от диоптрийной силы. Диоптрийная сила, здесь представлена диоптрия минус 1, зеленая линия, красная линия минус 2 и синяя линия это минус 4. График. Значит, вертикальная ось это ошибка в рефракции, которая возникает из-за астигматизма наклонных лучей. Горизонтальная линия это нарастание, это отведение взора от оптического центра, выраженное в градусах. Также на картинке справа вы можете видеть градусы, переведенные в миллиметр. 10 градусов соответствует 5 миллиметрам, 20 градусов 10 и так далее. Итак, по графику. Значимая ошибка в рефракции для диоптрийной силы минус 1, а еще, кстати, забыла сказать, пунктирная линия это пороговое значение ошибки в рефракции из-за астигматизма наклонных лучей, когда пациент уже ощущает снижение остроты зрения. И для диоптрийной силы минус 1, вот эта значимая ошибка рефракции, она возникает при отклонении взора на 35 градусов, что соответствует 18 миллиметров. Для диоптрийной силы минус 2 значимая ошибка рефракции возникает при отклонении взора на 27 градусов, что соответствует 15 миллиметров. А для диоптрийной силы минус 4 значимая ошибка рефракции уже возникает на расстоянии 24 градуса, что соответствует 12 миллиметров. То есть для стандартной линзы диоптрийной силы минус 2 уже на расстоянии полтора сантиметра появляется значимая ошибка в рефракции. Так работает стандартная линза. Теперь мы с вами посмотрим тот же график, но только на примере одной диоптрийной силы минус 2. Стандартная линза у нас уже есть, я уже вам рассказала, как она работает. А вот эта зеленая область, это работа индивидуальной линзы. Как работает индивидуальная линза? За счет учета параметров оправы и посадки идет компенсация стигматизма наклонных лучей. И мы здесь видим, что у пациента сохраняется высокое качество зрения от оптического центра. И даже при отклонении взора до 50 градусов, что соответствует 32 мм, у пациента сохраняется высокое качество зрения. Итак, индивидуальная линза, она обеспечивает широкое поле зрения для пациента и высокое качество зрения при любом направлении взгляда. Но вернемся к нашему пациенту. У нашего пациента, несмотря на невысокие диоптрии, есть бинокулярные нарушения и анизометропия. В этом случае очень важно обеспечить пациенту четкое ретинальное изображение не только в центре, но и на периферии. Также мы с вами вспомним, что в рецепте есть астигматическая оставляющая цилиндр минус 1. И в этом случае важно, чтобы индивидуальная линза не только учитывала параметры оправы и посадки, но и расчет ввелся с учетом закона листинга, то есть учет торсионных движений глаза. Это обеспечит четкое ретинальное изображение на близком расстоянии, соответственно, правильную работу аккомодации и конвергенции. Данный слайд показан при стандартных параметрах оправы и посадки, они показаны наверху. А если мы изменим хотя бы один параметр, например, угол изгиба оправы более крутая, то в результате аберрация будет нарастать раньше и поле зрения у пациента будет уже. В индивидуальной же линзе у пациента сохраняется высокое качество зрения по всей поверхности линзы. Итак, индивидуальная линза обеспечивает четкое ретинальное изображение в любом направлении взгляда, широкие поля зрения оптимизируют работу аккомодации и оптимизируют работу бинокулярной системы. Опять возвращаемся к нашему пациенту. Какие же показания были для назначения индивидуальной линзы? Первое показание – это анизометропия. Индивидуальная линза максимально минимизирует аберрации, соответственно, это дает более быстрое и лучшее слияние бинокулярной системы, соответственно, быструю адаптацию либо к новой коррекции, либо к сложной коррекции. Второе показание – это астигматическая составляющая. Но здесь еще раз напомню, что индивидуальная линза, она должна учитывать расчет с учетом закона листинга. Это обеспечивает четкое ретинальное изображение, соответственно, правильную работу аккомодации, конвергенции. Да, мы говорим про близь. Третье показание – это выбор оправы. Оправа была выбрана крупная. Соответственно, чем более крупное оправа, тем, соответственно, больше аберрации. Тренд и моду никто не отменял. И четвертое показание – это нестандартные параметры оправы и посадки. Вот этот параметр тоже пришлось учесть, поэтому здесь был выбор в сторону индивидуальной линзы. Пациент пришел на повторный прием в мае 2022 года. Коррекция в очках острота зрения соответствует 1 и 2. При проведении полного оптометрического обследования мы видим, что характер зрения на 6 метрах, на 3 метрах и 40 сантиметров – бинокулярный характер зрения. Ковер-тест вдаль. Две призменные диоптрии. Экзофория по сравнению 25, да, мы помним. Фузионные резервы положительные, они абсолютно перекрывают экзофорию. Ковер-тест вблизи 4 призменных диоптрии экзофория. Положительные фузионные резервы в норме. Вергенционная гибкость вдаль 5 циклов в минуту. Вергенционная гибкость вблизи 9 циклов в минуту. Амплитуда аккомодации в норме. Аккоммуляционный ответ в норме. Аккоммуляционная гибкость также в норме. Акана остается прежним 5 к 1 измеренно-градиентным методом. Диагноз анизомитропия, миопия первой степени правого глаза, простой миопический астигматизм левого глаза, диагноз эксцесс-дивергенции был снят. Рекомендации очки для постоянного ношения те же, контроль через 6 месяцев. На примере этого клинического случая я хотела показать, какое качество зрения может ожидать пациента в стандартных и индивидуальных линзах, а также целесообразность назначения индивидуальной линзы в конкретном случае. Коллеги, спасибо вам за внимание. Спасибо большое. Спасибо. Очень интересный доклад. Может у кого-то в зале есть вопросы? По данным линзам. А можно? Есть вопрос, да? В микрофон, пожалуйста, да. Пожалуйста, в микрофон. Чем данная линза отличается от мультифокальной или асферической? Смотри, с асферической линзой это не… вообще все, что не асферично, является асферичностью. С асферической линзой сравнивать нельзя, потому что асферическая линза такая же складская, как и асферическая, поэтому она требует стандартных параметров оправления. Асферическая поверхность, она имеет астигматическую поверхность для компенсации астигматизма наклонных лучей, но она является все равно стандартной. Когда мы говорим про индивидуальные линзы, то внутренняя поверхность, она оптимизирована, если про конкретно наши линзы, в 40 тысяч точек. То есть в каждой точке наилучшая сфера цилиндрическая составляющая для компенсации аберрации наклонных лучей. Поэтому сферическая поверхность сравнивать нельзя. А если мы говорим про мультифокальные, ну это совершенно другой вид коррекции, да, это прогрессивые либо офисные линзы. Эта линза именно монофокальная. Спасибо большое. Ограничений абсолютно никаких нет, да, то есть с любого возраста вы можете предлагать индивидуальные линзы. Спасибо большое. У меня последний маленький вопрос. Вы разобрали отдельно, почему вы назначили линзу индивидуального дизайна. И несмотря на то, что когда вы описывали пациента, вы обратили внимание на нарушение бинокулярного зрения, да, в показаниях этого не было. То есть нарушение бинокулярного зрения как таковое, да, не было основанием для выбора индивидуальной линзы. То есть были другие факторы. Нет, это тоже было. Я, возможно, в конце это не проговорила, да. Но когда у меня был слайд картинки, я говорила о том, что несмотря на то, что у пациента небольшие диоптрии, но у него есть бинокулярные нарушения и требуется четкое зрение не только по центру, но и на периферии, вот бинокулярное нарушение также является показанием. Вообще, можно еще чуть-чуть отвечать, да? Вообще, наверное, тоже у некоторых вопрос возникает, а почему они назначили методы контроля миопии, да, для данного пациента, например, да. А сколько ему лет было? Тринадцать. Тринадцать. Вот, мы честно побоялись, потому что очень большая экзофория с переходом в терапию. Мы хотели сначала восстановить зрительную систему, и даже для нас вот этот случай, который я привела, это было тоже для нас удивительно, потому что мы планировали на самом деле пациента на аппаратное лечение. Мы активно применяем вижн-терапию, аппаратное лечение, симтофор. Вот, но благодаря всему вот этому и постоянному ношению, еще, кстати, у мамы была жалоба, именно у мамы, что ребенок стал очки носить просто в постоянном режиме, и ребенок эти очки не снимает. В последующем, через шесть месяцев, скорее всего, он пойдет, мы выберем один из методов контроля миопии, скорее всего, это будет ортокератология, потому что изначально, например, на контактные линзы вот снимать, надевать он не хотел, а ортокератология так и занимается спортом, это наиболее такой идеальный вариант. Спасибо большое, у нас еще один вопрос, я думаю, что мы вот его зададим и, наверное, будем переходить. Добрый день, спасибо большое за доклад. Секундочку, у нас есть допрошающий. У меня два маленьких вопроса, подскажите, пожалуйста, был ли какой-то период адаптации у данного ребенка к назначенным линзам? Это первый вопрос. И второй вопрос, в каких коэффициентах выпускается данная линз, я имею в виду 1,6, 1,67 и число АПы? Спасибо. Адаптации абсолютно никакой не было, ребенок на дело пошел очень быстро, потому что были учтены, ой, извините, пожалуйста, да, потому что были учтены нестандартные параметры оправы и посадки, поэтому адаптация была быстрая. Коэффициенты, конкретно наших, от индекса 1,5 до индекса 1,74, также есть Трайвекс, как самый травмобезопасный материал. И абсолютно во всех материалах, фотохромные, и вот новый экстрактив Поларайс, то есть все абсолютно есть и окрашивание. Спасибо вам огромное за внимание. Секундочку, у нас еще один вопрос. Да, пожалуйста. Спасибо. Я хотела попросить уточнить, это первая его коррекция? Да, это его первые очки. То есть до этого он очками не пользовался? Да, да, да. Спасибо. Большое спасибо, Наталья Владимировна, вам передают большое спасибо и в чате. Юсупова Гульнара Раисовна выражает вам свою благодарность. Спасибо большое, очень интересный доклад, благодарим вас.